Я хотел записать такой небольшой бунинг, а здесь у меня пишет человек, что завтра зверхнув, а мне снова в 13.14 будешь на связи, то есть нужно выбрать картину, которую на картоне красками сможешь написать. Сейчас в 4 ночи я не уснул вовремя, играл на этой гитаре, точнее, как играл, я не умею играть, не умею петь, но я играл и пытался что-то там петь очень долго, и загружал видео на ютуб и вконтакт очень долго, муторно. В общем, я просыпаюсь очень тяжело, крайне тяжело. Ты звякни. Я постараюсь. Здесь еще дело в том, что холодно, отопление выключили специально, чтобы люди заболели. Отвечку включил, но она даже не помогает. Чайник с водой горячей поставил, в комнате все равно не помогает. Просто я очень тяжело прихожу в себя, тем более здесь так холодно. Стараюсь там сильно не говорить какие-то жуткие вещи, а то у меня, я утром вообще кошмарно себя чувствую, потому что я не пью ни кулюк, ничего. Черт. Я, по идее, должен просыпаться водочком. Просыпаю себе ужасно, потому что холодно. Особенно здесь. Ваши записи. Электролог. Электрог. Электрогитара. Она думает, что одна девушка думает, что из моей работы видели в интернете, ты это знает, что это значит. Я тебе сейчас скажу, я зачарую тебя, всю работу выделил в интернете, всю работу выделил в интернете. Если твои работы выделил в интернете, там сколько-то, 100 человек, это ничего не значит. Особенно если ты в СНГ. В общем, мне надо сейчас засыпать. Немножко позже на дне. Потерпеть не спать, но... Че мне делать? Играть в комп я не играю в комп. Я не играю в комп. Ну, лучше бы я играл, чем так позориться с этой электрогитарой. Единственная ценность, которую представляют, это то, что я импровизирую голос, речь, импровизирую и все. А играть и петь я не умею. Но я готов к предложениям, если кто-то захочет меня подучить. Я только рад. На картоне я смогу нарисовать, написать. Или на какой-нибудь... Надо выбрать картину. Мне нужно будет просто... Сначала сходить домой, выпить кофе, чтобы... Ну, как говорится, выпить кофе. Чуть чая. Пошли... Тшшш... Как хрена. А вообще... Тот просто был пьяный, а я просто... Ну, я не знаю, из-за давления или из-за чего, из-за азовоторного ремни, да я просыпаюсь ужасно разбитым, или из-за синдрома напряженных ног, или из-за еще хрен за чего. Всю жизнь просыпаюсь ужасно разбитым, ну, особенно, ну, в детстве, конечно, такого не было. В общем, мне надо будет сначала сходить, выпить кофе, поесть немножко. Я приму с утра таблетки на голодный желудок, фокситин и нейролептик. Это помогает избавиться от руминации, от повторяющихся языковых мыслей, мстительного характера или любого иного. Почитайте, что испытывают люди в одиночной камере в Америке, которые сидят много, много лет. Они испытывают руминации, фобии на звуке. Все то же самое, что и я. Я прошу прощения, что я не отвечаю на сообщения, просто у меня проблемы с этими нервами. Я просто почитаю сообщения плохое, ну, и у меня колотится сердце потом полгода, я ничего не могу с этим поделать. И там график, ну, или что там, эта фигня, вот эта вот, говорит, что это тахикардия, там. Сейчас у меня вроде, не знаю сколько, ну, вроде более-менее, так, сейчас. Сейчас вроде спокойнее, не знаю. Мне бы желательно, чтобы была девушка, у меня подруга, которая бы смотрела сообщения, и помогала мне с этим. Да, я настолько ничтожество, что сообщений немного боюсь посмотреть. У меня это тяжело и крайне тяжело. Я очень, не очень легко отношусь ко всему этому и вообще к жизни. Я знаю, что есть много людей, кто легко ко всему относится, но, я не знаю, по-моему, они не сталкивались с некоторыми ситуациями. Ну, ладно, неважно. Спасибо тебе, Владимир. Красный, что ты. Так, нормально. Общаешься со мной. Пытаешься меня поддержать. Спасибо тебе. И, Марьяне, спасибо. Сейчас у меня так мало сил, что я, когда нарисую пейзаж один, это уже достижение для меня. Ну, на гитаре я дольше играю, но, видишь, я всякую ерунду играю. Но, когда я обучусь, я боюсь, что я стану просто, понимаешь, я играю от сердца, а, когда я научусь технически играть, это все только испортит. Замкнет мое сердце на этом, и оно не сможет выдавать какую-то свободу, свою свободу. Я лично против этих училищ художественных и подобных мест, где обучают. Они, я не знаю, я знаю много групп, которые вначале играли настолько классную неповторимую музыку, например, с Юлия Луни, или еще другие группы. А потом они стали, перешли в техничность, научились там очень технично играть, ну, типа, профессионально, там, может, они учитывали мнение каких-то хейтеров, что, типа, ты там, тут, тут ноту не держишь, тут ты там это, ритм держишь. И все, стали играть скучную, обычную музыку, которую играют все. Они стали, они потеряли свою индивидуальность. И, может быть, сейчас вот у меня идет просто по наитию из души то, что, может быть, это и есть лучшее, что я могу сыграть, а дальше, если я научусь играть, но я надеюсь на это, я уже буду просто обычную, стандартную фигню играть, ненужную. Конечно, жаль, что мало, ну, почти никто не ценит, ну, фактически, да, не ценит эту энергию. Жаль. Так, такова жизнь здесь, жизнь, культура. Ладно, посоветуйте мне какую-нибудь партнерку на ютубе, может, хоть в месяц, там, пять, ой, сколько там, два доллара в месяц будет выходить. Я ничтожество, готов выбираться, хоть два доллара получать. Все равно там реклама показывает, вроде как, или не показывает, я не знаю. Если показывать рекламу, то так хоть копейки, если реклама не показывает, то тогда и не надо мне ничего. Короче, я полное дно, я все. Так, такова жизнь здесь. Такова жизнь. Такова жизнь. Такова жизнь. Такова жизнь. Такова жизнь. Такова жизнь.